Всем привет! С вами Алексей Терещенко и проект Ferrum.com. Макросъемка является достаточно интересным и распространенным жанром фотографии. Поэтому современная фотоиндустрия предлагает своим покупателям огромный ассортимент оптики, предназначенный для съемки объектов крупным планом. По этой причине сегодняшний 10 выпуск Monochrome я хотел бы посвятить особенностям съемки макрообъективами. Для работы я буду использовать Nikon D610 и AFS Nikr 62.8G. Поехали! Главным отличием макрооптики от обычной является возможность съемки в масштабе вплоть до 1 к 1 и даже крупнее. Малая дистанция фокусировки достигается за счет отдаления линзоблока объектива от матрицы фотоаппарата. Соответственно, чем больше расстояние между линзами и матрицей, тем большее увеличение оптики. Таким образом, фотограф может сам регулировать масштаб съемки методом добавления специальных макроколец, которые устанавливаются между камерой и объективом. Данное решение является достаточно недорогим в случае работы с мануальной оптикой, макрокольца для которой можно найти менее чем за 10 долларов. Для более продвинутых пользователей существуют макрокольца с поддержкой автофокусировки, что позволит превратить любой объектив с моторчиком в макрушник. Но смысла тратить на это свыше 150 долларов я не вижу. Альтернативным решением является применение специальных увеличивающих линз, которые устанавливаются на объектив спереди. Но стоит помнить о том, что любая лишняя линза, добавленная в оптическую схему, заметно снижает качество получаемых снимков. Вернемся к макрообъективам. Увеличение в масштабе один к одному позволяет получать занятные снимки различных цветов, букашек и листочков. Но при такой съемке малая глубина резкости может стать серьезной проблемой. Регулировка резко изображаемого пространства осуществляется посредством прикрытия диафрагмы. Но при этом стоит помнить о необходимости хорошего освещения, так как при закрытии диафрагмы количество попадающего на матрицу света значительно уменьшается, что приводит к надобности повышения выдержки. Это в свою очередь влечет за собой необходимость применения штатива или вспышки, а иногда и первого и второго вместе. Фокусное расстояние подавляющего числа макрушников составляет более 50 миллиметров, что потенциально означает возможность съемки портрета при помощи такого объектива. Но тут есть пару ложек дегтя. Первой я бы назвал шрезмерную резкость макрооптики, которая слишком высока для съемки портрета, особенно женского. Второй является вышеупомянутая малая глубина резкости, которая влечет за собой прикрывание диафрагмы и как результат утрату красоты боке. Отличной резкостью можно воспользоваться при съемке пейзажа и архитектуры, для которой хватает разрешающей способности по полю при открытой диафрагме. Прикрыв ее можно получить равномерную резкость на снимке и заметно поднять микроконтраст. Ну и последний совет касательно макросъемки. Отключите автофокус и наводите резкость вручную. Если еще цветы от вас никуда не убежат, то модель в лице жучка легко может расправить крылья и улететь, испугавшись шума объектива, который пытается судорожно сфокусироваться. Вот очередной выпуск монохром и подошел к концу. С вами был Алексей Терещенко. Мы ждем ваших пальцев вверх, подписок на канал, а также в гости на нашем сайте и в группах социальных сетей. Всем спасибо за просмотр. Пока! Всем привет! С вами Алексей Терещенко и проект Ferrum.com. Макросъемка является достаточно интересным и распространенным жанром фотографии, поэтому современная фотоиндустрия предлагает своим покутя... покутяпелям... 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 Покутяпелям...